Привет, привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий, и нас дожидается Бон Бранте, который, несмотря на все трудности, препятствия, неприятности, но все-таки старается идти своей дорогой. Длинная она кажется или короткой, неизвестно, но все-таки это будет его путь. Бон Бранте. Ну что ж, к угрозам и обещаниям переходим. Ты поднимаешься по длинной изогнутой лестнице с мраморными ступенями, маленький человек под огромным сводом городской ратуши. Этим вечером за тобой неожиданно прислал людей бургомистр Эльверман. Посланники настаивали, что дело не терпит никаких отлагательств. Тебя ждут. В роскошных коридорах звенящая тишина, нарушаемая только шумом твоих шагов. Разговор будет тет-а-тет и, наверное, серьезным. Ты входишь в палаты Эльвермана. Величавый пожилой градоначальник восседает в своем резном кресле. При виде тебя он склоняет голову знак приветствия. Однако бургомистр не один. Вот как, да? Ну, а однажды я уже, конечно, пошел против просьб этого бургомистра. У окна стоит высокий арк в плаще имперского легиона. Оттан. Военачальник провинции Дори Оттан, собственной персоной. Он даже не поворачивается в твою сторону. Да ты смотри, какой, а? Тем временем бургомистр с церемонным жестом приглашает тебя подойти ближе. Не считает нужным, да? Судья Бранте, наконец-то вы прибыли. Господин Оттан очень вас ждал. Видите ли? Досточтимый военачальник узнал, что префектура собирает против него судебное дело. Он потребовал, чтобы эти козни немедленно были прекращены. Ну, а я скромно предложил свое посредничество. Оттан медленно разворачивается к тебе, чтобы смерить холодным взглядом. Все уже улики собраны, Оттан. Бранте, снова вы. Вас назначили судьей на мое так называемое дело. Не завидую. Буду краток. Я не потерплю никакой клеветы и обвинений. Вы выйдете из этой комнаты только в в одном случае. Дайте мне слово дворянина, что не дадите ход делу. Ха. А это уже угроза. И серьезная угроза. То есть у меня выбора-то особенно нет, да? Получается, я просто не выйду из этой комнаты. Потому что... Потому что дать слово дворянина, что я не дам ход делу, я не могу. Единственное, что я могу сказать... Хе-хе. Не сдержать это слово. Ну, как это все... Чем это обернется? Иное я сочту оскорблением своего высокого рода. Господин Эльверман, да будет вам известно еще и представитель суда чести. Так что за дворянским правом на поединок далеко идти мне не придется. О судьбе любого, кто сходится со мной в бою, вы наслышаны. Оттон... Да. Так у меня вообще выбор невелик. Оттон вновь отворачивается к окну, словно уже услышал твой ответ. Бургомистер Эльверман наблюдает за сценой загадочной ухмылкой, не проронив ни слова. Ты молодой дворянин мантии, недавний простолюдин, стою стоишь перед двумя властелинами города. Сейчас от каждого произнесенного слова может зависеть твоя судьба. Просить защиты Ульвермана я бы, конечно, не просил. Вот, может быть, как-то попытался успокоить, да, его, но... Я не могу. Дать отпор Оттону. Доблести у меня хватает, запаса сил хватает. Ты не даешь Артну запугать себя и вынуждаешь его отступить. Ай, да... Я уже видел, конечно, на что способен Оттон, и навряд ли он будет отступать. Дать Оттону слово, ты обещаешь Артну, что не дашь ход его делу. Нет, ну я могу, конечно, так, да? Я могу, конечно, так поступить, что не дашь ход его делу. А потом взять и нарушить это обещание. Ну а как с ними по-другому-то можно? Ну что тогда будет стоить мое слово? Дать отпор Оттону. Оттону. В поединке с Оттоном тебя, несомненно, ждет истинная смерть. Но если ты не ос... Даже так, да? Но если ты не осмелишься выступить против Артна сейчас, то лишь отложишь расправу. Ты гордо поднимаешь голову, кладешь руку на рукоять шпаги и делаешь шаг навстречу Оттону. Твои слова прокатываются громом под сводом ратуши. Да, ты ведешь дело Оттона. И ты доведешь его до конца, чтобы оно не закончилось. В этом твой долг и твоя честь служить Империи и исполнять ее законы, единые для всех. Да, Оттон, несомненно, победит тебя в священной схватке. Но все доказательства против него, что ты успел добыть, увидят свет. И ты не единственный из судей, кто ради торжества закона готов бросить вызов самым могущественным из дворян провинции. Правосудие настигнет господина Оттона во что бы то ни стало. Твой натиск повергает Оттона во щепенение. Он замирает у окна. Никак не ожидал, да? Ммм, Оттон. Ты думаешь, я тебе дам слово? Нет. Его лицо слова превращается в бронзовую маску. Военачальник медленно приближается к тебе в... Вперев в тебя тяжелый взгляд. Ты человек? Ты посмел угрожать мне? Ты выдерживаешь взгляд Оттона, не дрогнув. Тишина. Снова взмак шпаги. Гримаса ярости резко искажает лицо Арк, но и он молниеносно выхватывает меч. Ты еле успеваешь сам взяться за шпагу. Звон шпаг взрывает тишину ратуши. Оттон обрушивает на тебя целую бурю ударов. Ты с огромным трудом отражаешь их снова и снова. Орудует клинком с невероятной легкостью. Долго такого натиска ты не выдержишь. Ты ищешь малейшую возможность сделать выпад, но тщетно. Оттон неистово атакует и теснит тебя к окну. Из глубины комнаты раздается властный голос. Господи, голос, голос, властный голос. Я просто думаю, ну почему же? Я доблестный, закаленный воин. Неужели, наверное, может быть надо стать непобедимым? Чтобы хоть как-то противостоять? Или это все равно невозможно? Ну почему мы так слабы против этого Оттона? Что за властный голос? Господин Оттон, что вы себе позволяете? Оттон на мгновение замирает. Это твой шанс, ты готовишься сделать резкий выпад. Ну и военачальник улавливает твое движение, стремительно делает шаг в сторону и пронзает тебе насквозь. Да черт за побери. Сталь входит в твое сердце. Тело сковывает холод. Ты отцепенела опускаешься на мраморный пол. Над тобой тяжело дыша от гнева возвышается Оттон. Что вы наделали, господин Оттон? Это же не дворянский поединок. Это убийство посреди ратуши. В присутствии главы суды честь, суда чести. Я настаиваю, чтобы с этого момента вы оставили Бронте в покое. Одной смерти ему достаточно. Оттон переводит дух, медленно вытирает клинок и убирает его в ножны. Не забывайте, Сильверман. Вы такой же человек, как и он. Но вы говорите разумные вещи. Этот судья не стоит моего гнева. И пусть только попробует дальше порочить имя Оттон. Ты распростерся у ног своего убийцы. Сжимая рану на груди, на рубашке выступает маленькое красное пятно. Чернота заливает твои глаза. Последние мысли замирают и медленно распадаются на части. Ты покидаешь мертвое тело и несешься вверх к сияющей белизне. А, наверное, последние мысли и последнее слово это, наверное, было третье. Это третья смерть. Следующее будет истинное. Ты стоишь посреди необъятной серой пустоты. Вокруг тебя только тени. Они все призраки твоих решений, порождение твоей личной воли. Перед тобой все твои победы, поражения, ошибки, надежды. Рядом с тобой оживает еще одна тень. В зыбких движущихся фигурах ты угадываешь свой последний поступок. Смерть, на которую ты пошел, зная, что она впереди. Таким было твое решение. Ну, на самом деле, я-то не очень-то знал. Я надеялся, что... Я-то не вижу последствий, да? Не вижу последствий. Я надеялся, что не будет смерти. Тени кружатся в бесконечном танце. Следы всех твоих шагов, начиная с самого рождения. Из пустоты к тебе являются знакомые исполинские фигуры богов. Они легко подхватывают и берут твою крохотную душу в свои руки. Ты всегда был в руках близнецов. Ты создан по их воле. Давай-ка это все быстро. Быстро. Мне нужно быстро возвращаться. Какой воле ты будешь следовать? Воля старшего. Ты следуешь... А что это мне дает? Воля младшего, который установил над миром свой закон. Земная власть. Река крови. История. Твоя воля. Твоя воля. Ты падаешь в бесконечное сплетение воль земного мира. Вырвавшись из вселенского вихря, ты наконец смог проявить свою собственную волю и сделать выбор. Это как первый глоток воздуха после того, как ты задыхался в чужой воле. В воле богов. Но чтобы воплотить избранную тобой волю здесь, в земном мире, одного лишь решения недостаточно. Тебе предстоит пройти весь путь до конца, воплотить эту волю в решениях, делах и поступках. Ты распахиваешь глаза и резко садишься. Гробница вращается перед глазами, затклый запах забирает ноздри. Ты вырвался, сохранил себя в раздирающем на части вихре. По воле близнецов твое существование продолжается. Хочется упасть на спину и расхохотаться. Ты вернулся. Ты обнаруживаешь себя на каменной плите усыпальницы. Ты лежишь неподвижно, привыкая к новому перерожденному телу. Над тобой склонилась скорбная фигура матушки. Ее тихий смиренный голос успокаивает совсем как в детстве. Бон, наконец-то вернулся. Сын мой, как больно видеть, какие жертвы ты приносишь своему делу, своей чести. Милости близнецов тебе дано четыре жизни, но каждый из них драгоценный дар. Ты отказался от простого удела страдать, так не следуй ему и не ищи боли, ран, смертей. На пороге гробницы появляется отец. Приблизившись, он чинно кланяется тебе. Сын. Весь город говорит о тебе и твоей схватке с Оттаном. Даже самые высокородные семьи Энизоти признают, что господин военачальник повел себя недостойно, напав на тебя без права на поединок. А ты, напротив, проявил себя истинным дворянином и защитил честь рода Бранте. Не твоя вина, что это удалось лишь ценой смерти. Ну вот, вот как бы не зря, да, получается. Ты выходишь из родовой усыпальницы с тяжелым сердцем. С тяжелым и проткнутым. Ты сумел дать отпор Оттану, пока он не решится продолжить прямую схватку с тобой. Но все время, пока ты ведешь дело Оттану, ты будешь оставаться под его ударом. Умерший трижды Как было бы хорошо не быть непознавшим смерти, да? А, наверное, так возможно, да? Но я уже умер трижды. И теперь мне надо будет трижды подумать, прежде чем что-то предпринять. Потому что каждое решение может привести к истинной смерти. Каждое рискованное, наверное, решение. Это очень плохо. Дело Оттана продолжает угрожающим давлять над тобой. Судейская служба дается все тяжелее. Борьба между сословиями обостряется. Простолюдины требуют прав и защиты закона. Дворяне сопротивляются. Сейчас любое судебное решение способно повлиять на расстановку сил в провинции. А значит, и на то, чем закончится твое дело против Оттана. Парк у поместья Фалес излюбленное место дуэли у дворя на Низоте. На залитой солнцем площадке лежит пронзенная шпагой тело кудрявого юноши. Тело не тает в воздухе. Истинная смерть. Ты только что прибыл на место незаконного поединка. Отряд жандармов окружил победителя дуэли худощавого немолодого дворянина в изящном черном калете, отстраненно глядящего на небо. Руку он все еще держит на рукояти шпаги. Кудрявое. Кудрявое молодое тело. Господин судья, что прикажете делать? Господин Эль Карвио не изволит за вас, а принуждать его силы не смеем. Что вы хотите, чтобы я достал шпагу и сам его арестовал, а? Ты делаешь жандармам жесть, опустить оружие и подходишь к дуэленту. При виде тебя лицо Эль Карвио оживляется. Не в меру громким голосом он объясняет свой поступок. Произошла дуэль по решению судочести. Более ничего. Покойный господин Элис Теусомнился в моей верности императору и обвинил меня в ересе. Он оставил мне только один путь – защитить свое имя. Теперь он мертв. Скорее, заканчивайте ваше разбирательство, господин судья, а мне пора возвращаться в столицу. Вы знаете, кто я такой. Кто ты такой? Не успеваешь ты сказать хоть слово, как в ворота поместья въезжает экипаж бургомистера Эль Вермана. На хмуре в седые брови бургомистер обозревает открывшуюся ему картину. Затем почтительным жестом он приглашает Эль Карвио к своей карете. Дуэлянт, усмехнувшись, выходит из кольца жандармов и вальяжно опирается на стенку экипажа. Бургомистер же отводит тебя в сторону. Бронте, как вы должны быть знаете, я председатель судачи в честь нашего города. Я был против поединка до истинной смерти. Но Алан Эль Карвио настаивал, что иначе у города Низоти будет неприятность. А он, к сожалению, хоть и неприметная, но влиятельная фигура при дворе. Когда-то он возглавлял личную охрану императора. Хм. Я понимаю, что вы должны проследить за правосудием, но помните о том, что поединки чести одна из великих традиций, на которых держится империя. Если рухнет она, то вместе с ней нарушилась часть божественного замысла. «Ты знаешь, я вот как бы... Ну, конечно, может там не законы, это дуэли и все такое, но это как бы поединок чести, да? Один другого обвинил. Зачем он это говорил правильно? И я, в принципе, даже, может быть, и как-то где-то поддержал бы. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Раз тут тем более традиции, да? Зачем же нарушать? В ваших силах наказатель, Карвио, но будьте осторожны. Вы наживете опасного врага не только для себя, но и для всех нас, дворян Анизоти. Глупец Эль-Эстэ не знал этого, и вот он лежит перед нами. Не будем же повторять его ошибок». Бургомистр оглядывает и понижает голос. Бронте, это особый случай. Если вам не безразлична судьба родного города, то отпустите Эль-Карвио без разбирательства. Нам в Анизоти не нужны неприятности от столичных вельмож, а семья Эль-Эстэ уже давно не столь влиятельна, как раньше переживут. Можете назначить денежный штраф, Эль-Карвио заплатит и забудет, а закон будет в некотором мире исполнен, верно? Может быть и так. Может быть и так. В общем, я в роли судьи… Я… Закон… Закон… Трактую всегда совсем по-разному… Но если вы, судари, сумеете погасить это дело полностью, то окажете услугу всему высшему свету провинции, а я лично позабочусь о вашем скорейшем повышении по службе. Ты задумчиво оглядываешь мертвое тело погибшего дуэлянта и длинную тень, которую отбрасывает на солнце фигура Эль-Карвио. В твоих руках решение, которое может сильно повлиять на порядки дуэлей в провинции и на твое положение в обществе. Узаконить дуэль? Запретить сам суд чести? Чего я не могу сделать? Приговорить Эль-Карвио? Казни? Выписать Эль-Карвио штраф? Я сделаю, наверное, так. При неврешении ты приближаешься к молчаливому Эль-Карвио. Сообщаешь, что он виновен в убийстве по неосторожности и обязан понести наказание, оплатить штраф в имперскую казну и внести пожертвование семье погибшего. Эль-Карвио криво усмехается и бросает тебе тяжелый кошель. Здесь хватит, чтобы я прикончил еще пару-тройку юных наглецов, смеющих назвать меня изменником. Ха. Но у меня срочные дела в Этерне. Знаешь, Эль-Карвио, я начинаю уж уж жалеть о своем поступке. Со своими бумагами уж разберитесь сами, господин судья. Прощайся. Эль-Верман услужливо открывает дуэлянту дверь своей кареты. Худая фигура Эль-Карвио исчезает внутри, затем бургомистер деловито подходит к тебе. От имени суда чести благодарю вас за понимание, господин Бонбрате. Дальше умиротворением Эль-Карвио займусь я. Вы проявили себя достойно, хоть и не нашли в себе силы покончить с этим делом без следа, заслуги вам зачтутся. М-да. Ты отпускаешь жандарма, возвращаясь в префектуру, чтобы позаботиться о бумагах. Тщательно подбираешь слова о происшествии, чтобы не возникло в противоречии с имперским законом о запрете дуэлей. Однако, что бы ни говорили бумаги, смерть молодого Эль-Эстэ останется смертью. Ну что ж… Это событие вызвано твоими предыдущими поступками, Томас Герро. Ты берешься, бреешься, господи, перед тем, как отправиться на службу. Зачерпываешь нагретую воду из умывальника, лучи утреннего солнца слепят, отражаясь от зеркала. Слуга влетает к тебе со срочным письмом или, скорее, с мятой запиской. По словам слуги, она от твоего друга детства. Ты поневоле вздрагиваешь, на щеке остается неприятный порез. Черт побери, что еще? Бон, я в беде. Он тот знает, что я помогал тебе. Теперь он наконец решил от меня избавиться. Его подручные уже идут по моему следу, они найдут меня, как бы я не прятался. Времени больше нет, Бронте, если ты можешь ради старой дружбы, помоги мне выбраться из этой истории любым способом. Если вот он доберется до меня, я быстро отправлю к сияющему столбу. Так мы там с тобой и встретимся, наверное, Томас Герро, потому что у меня уже три засечки. Жизни у меня в запасе не осталось. Твой друг, Томас, друг Томас. Эх, ты сжимаешь записку в руках, по щеке стекает капля крови от пореза, хорошо хоть не слезы. Старый друг в опасности, я сразу кашусь на правую сторону, где, не дочитывая левую, просто смотрю, что мне тут нужно делать. Устранить прислужников Оттона, я туда точно не пойду. Устранять я никого не пойду, Томас. Как бы ты не был мне дорог. Старый друг в опасности из-за того, что помогал тебе с делом против Оттона. Если ты не вмешаешься теперь, Томас Герро обречен. Он каждый раз был обречен. Устранить прислужников Оттона. Ах, ты подкупаешь жандармов префектуры, чтобы схватить и казнить врагов. Ах, вот как устранить. А я-то думал, что я со шпагой вперед. На врагов нет. А защитить? Ты немедленно отправляешься на помощь Томасу. Может быть, вот это... Вот это то? Но если бы я видел последствия, может быть, если мы с Томасом стали спина к спине и защищались, отбивались от кого-нибудь там вместе, то еще да, может быть, какой бы шанс был бы. Я просто три смерти, три смерти, но не вмешиваться я не могу. Не вмешиваться я не могу. Давай тогда устранить прислужников, ты подкупаешь жандармов. Я думаю, может быть, только пострадает достаток семьи. Может быть, репутация, может быть, репутация, хотя... Ну, смотря на сколько это будет известно. Ну, ты подкупаешь жандармов, да? Это уже, значит, наверное, речь идет о репутации. Ну, что думать о репутации, когда друг в опасности? Устранить. Давай так сделаем. Сминая в руках записку, ты шагаешь взад-вперед по комнате и рассуждаешь. Укрытие, которое ты обеспечил Томасу, оказалось недостаточно. Ты не сумел полностью вывести его из-под удара Оттона. Что же ты обязан сделать это сейчас? Но идти против сил Оттона в одиночку неразумно. Здесь нужен план похитрей. Как прислужники Оттона могут выйти на укрытие Томаса? Только через тебя. Однако они не будут так глупы, чтобы нападать на тебя судью префектуры. Значит, ты должен сам избавиться от них. Ты садишься в карету и приказываешь везти в префектуру. Там ты находишь капитана Ленадо. Командир жандармов приветствует тебя, как старого приятеля. Судья Бронте, чем могу быть вам полезен? Ты заговорчески подзываешь Ленадо ближе и сообщаешь, сегодня на тебя будет совершено нападение. Капитан Ленадо слегка прищуривается, чуя подвох. — Охрана порядка — это наша обязанность, господин судья. Мой отряд защитит вас. Ты намекаешь Ленадо, что дело несколько сложнее. Злоумышленники могут не напасть напрямую, а лишь угрожать тебе. Но жандармы должны пресекать и такое, верно? А затем подтвердить в суде, что преступники собирались напасть на тебя. — Понимаю, многие жители Анизоти живут на краю бедности, преступлений становится все больше, господин судья. Можно понять, даже на жалование жандарма сейчас сложно прокормиться. — Денежки мы любим, да, капитан? — Ты понимаешь, к чему клонит Ленадо, ты заверяешь, что старания жандармов будут вознаграждены, если они не только схватят преступников, но и подтвердят, что было нападение. Вечером ты отправляешься прогуливаться по городу. Нарочно, выбирая безлюдные переулки, в отдалении за тобой когтей не следуют переодетые жандармы. Перед тобой вырастают несколько угрожающих силуэтов. Ты вглядываешься в лица за глубоко надвинутыми капюшонами. Одежда нарочита грубовата, но манера и говор выдают слуг благородного дома. Вожак заговаривает с тобой, кажется, вы друг господина Томаса Гэру. Мы тоже его друзья, хотим с ним повидаться, но никак не можем найти. Нападение на судью, взять их! Налетевшие жандармы мгновение ока скручивает прислужников Оттона. Под ударами жандармских дубин у тех быстро пропадает охота сопротивляться. Их заковывают в колодки и уводят в префектуру. Ленат протягивает себе бумаги. А вот уже и наше свидетельство, господин судья, всегда рады помочь. Молодцы! Подготовили. Подготовили бумаги уже. Этой же ночью розчерком пираты отправляешь всех пятерых слухота на навеселицу за нападение на дворянина и судью. К счастью, все они оказываются простолюдинами, так что никто за них не вступится, даже сам Оттон. Военачальник будет в гневе, но ему придется найти себе новых головорезов. По меньшей мере, ты выиграл Томасу время. Ты спешишь увидеться с другом, но не находишь его в прежнем укрытии. Тебе достается лишь записка. Бон. После того, как ты избавился от этих головорезов, я решил перебраться подальше от Анизоти. Кажется, без своих шпионов Оттон потерял мой след. Все благодаря тебе. Я твой вечный должник, Бранте. Ай, Томас, Томас. Ну, спасен. Желаю тебя скорее засудить этого мерзавца и покончить с его преступлениями раз и навсегда. Еще увидимся, твой друг Томас. Карьера в минус два. Отлично. Просто замечательно. Змеи и лестницы. Это событие вызвано твоими предыдущими поступками. Если карьера опускается. Вести о твоем последнем поступке быстро расходятся по Анизоти. За годы на посту судьи ты нажил немало врагов, и теперь они дождались момента для удара. Карьера висит на волоске. Чтобы просто остаться в своем кресле, тебе приходится каждый день защищаться от нападок, доносов и кляус. Томас. Осторожный стук в дверь прерывает твои размышления. В кабинет Чина всплывает массивная фигура судей Карла Фграбина. Бронтея, мы так редко видимся в последнее время. Решил вас навестить самыми дружескими намерениями. Отовсюду слышу, что ваши дела обстоят не лучшим образом. Вот я и задумался. Как этот человек ваших талантов мог рассориться чуть ли не со всем высшим светом Анизоти. Наверное, вы просто заблудились. Ничего, я покажу вам путь. Многие судьи видят вас с угрозой. Считают, что своими дерзкими приговорами вы ставите под удар всю префектуру. Возьмем хотя бы последнее дело с вашим участием. Его исход возмутил всю городскую знать. Но я-то знаю, что вы не таков. Покажите и остальным, что вы заботитесь о судьбе коллег и нашего ведомства. Бон, послушайте мой совет. Не забывайте, что работа судьи сохраняет закон и порядок внутри сословия, а не рушить его. Признайте свою неправоту и пересмотрите хотя бы несколько прошлых решений в пользу дворян. Сделайте это. И уверяю, что общество вновь видит вас достойного дворянина и разумного судью. Не уподобляйтесь нашему префекту. Вы знаете, как я уважаю Эльборна, но между нами он на краю пропасти и тянет вас за собой. Обещайте, что подумайте о моих словах, Бронте. Я пекусь лишь о вашем благе. Мне не безразлична карьера столь многообещающего судей, как вы. Пограбин Раскланивается, а также беззвучно покидает кабинет. Ты в задумчивости рассматриваешь бумаги с недавними делами. Именно они настроили высший свет против тебя. Козни врагов не дают тебе спокойно работать. Придется искать выход из положения. А, просить о защите чести? Что это такое? Гай Темпест. Наверное, все-таки было бы неплохо обзавитись каким-нибудь покровительством, но никто не хочет взять надо мной шефство. Продолжить борьбу, это значит, это значит карьера. У меня не будет просто, наверное, шансов на маневр. Отменить переговоры, это значит, правосудие пострадает, да? Есть еще возможность обратиться к отцу. Отец поможет. Ну, опять же, наверное, что-то будет связано, если отец помогает, это будет связано, наверное, с репутацией. Ну, если репутация немножко пострадает, ничего страшного, да? Ну, давай попробуем. А может, и не пострадает? Ты быстрым шагом направляешься к кабинету отца, а он выручит, что бы ни случилось. Разговор начинать неловко. Ты рассказываешь отцу о последних приговорах, нажитых врагах, давлении по грабе на ему подобных. Поможет ли он тебе выбраться из беды? Да поможет он, конечно, он поможет. Внимательно выслушав тебя, отец хворится. Он всегда помогает. Положение вправду отчаянно. Ты знаешь, что я на твоей стороне, но ты зашел слишком далеко, сын. Это и моя вина, Пон, пора тебя вытаскивать. За эти годы наша семья все же заработала себе имя, и я добьюсь встреч с важными господами, их знать и заступлю за тебя. Конечно, они сразу почувствуют нашу слабость, как хищные звери. Стоит попросить об услуге, и станешь не только должником, но и жертвой. Но ничего не остается, иначе тебя попросту лишат судейского звания. Но обещаем я, сын, что впредь будешь осторожней и прекратишь наживать врагов для нашей семьи. Ты заверяешь отца, и карьера пошла вверх, да? Ты сделаешь все, что будет в твоих силах, затем неловко благодаришь за помощь, отец в ответ хлопает тебя по плечу и берется за перо. Его ждут письма, прошения, унизительные визиты… Да. Список Эльферро. Ну, к списку Эльферро мы, наверное, перейдем чуть позже. Как-то, что-то, как-то, 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 как-то все по краю. Что-то не нравится мне совсем это все, наше положение, да? Ну, ничего, ничего. Я надеюсь, что как-нибудь прорвемся. Ну, если даже и суждено испытать истинную смерть, то о прожитых гряк мы жалеть не будем. Хе-хе. Ну, все. Спасибо, что смотрели. И пока-пока. До новых встреч. Пока.